Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваш» информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Сколько детских садов и школ построят в ближайшие годы и какова стратегия развития образования в республике? Об этом говорили на заседании правительства. Экологическая катастрофа местного масштаба. Исток реки Аниш превратился в свалку. Гости из Европы. Семья французов путешествует по миру. Строительство 16 детских садов и 4 школ. Модернизация техникумов и колледжей. Развитие науки. Такие задачи на ближайшие годы обозначены перед сферой образования. Проблемы отрасли и пути их решения сегодня обсуждали члены правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Более 6% детей сейчас обучаются во вторую смену. Эту проблему можно решить только с помощью строительства новых школ и реконструкции действующих. К новому учебному году откроется школа в микрорайоне Волжской 3 на 1100 мест. Школа в Ядрине на 300 мест. В 2020 году будет введена эксплуатация школы на 1600 мест в микрорайоне Новый город. И школа на 165 мест в Козловском районе. Всего до 2025 года планируется построить и реконструировать 21 школу на 11600 мест. 89 зданий школ имеют износ 50% и более и требуют капитального ремонта. В этом году будет отремонтироваться еще 18 зданий школ. Через два года будет решена кардинальная проблема очередей в детские сады. В прошедшем учебном году местами в детских садах и числа желающих, то есть актуальный спрос, не было обеспечено более 5,4 тысяч детей. Для снижения очередности, как вы уже знаете, предусмотрено строительство 16 дошкольных образовательных организаций. Создавая новые места, необходимо развивать и качество образования. Только на модернизацию лабораторий, техникумов и колледжей в бюджете региона заложили порядка 1 миллиарда. Еще один масштабный проект – успех каждого ребенка. В этом году создаются Центр по явлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи по модели Центра «Сириус». Детский технопарк, второй уже в Чувашской республике, Кванториум. Центр развития современных компетенций детей на базе Чувашского государственного университета. Большинство проектов будет реализовано в рамках майского указа президента России. Глава республики отметил, что власти на местах должны работать эффективно. По муниципальным образованиям, которые участвуют в 21 региональном проекте, по 20 направлениям все правоустанавливающие документы подписаны. По одному направлению здесь отставание прошло в течение 7 дней буквально закрытие этот вопрос. По финансированию, хочу сказать, где есть недофинансирование по отраслевому принципу через федеральное министерство, при уточнении федерального бюджета дополнительные средства будут выделять. Наша задача – качественно выполнять все эти мероприятия, которые предусмотрены в наших программных продуктах, качественно выполнять все эти мероприятия, которые предусмотрены по дорожной карте, по паспортам самих мероприятий национальных проектов. Реализацию национальных проектов обсуждали и в режиме видеоселектора с первым заместителем председателя правительства России. На связи главы регионов одна из тем – развитие моногородов. Михаил Игнатьев предложил включить федеральную программу поддержки «Новочебоксарск». В муниципалитете намерены создать территорию экономического роста. За последние годы уровень производственного травматизма в республике снизился в два раза. Такие данные на заседание правительства озвучил министр труда и социальной защиты Чувашия. Предприятия республики увеличивают расходы на охрану труда. Только в прошлом году на эти цели направили более полутора миллиардов рублей. Но все же несчастные случаи на производстве еще происходят. Наибольшее количество смертельных случаев в 2018 году произошли в отраслях строительства погибло 11 человек, в сельскохозяйстве и рыболовстве – 4 человека, в обрабатывающем производстве – 2 человека. Анализ причин и видов несчастных случаев показывает следующее. Неудовлетворительная организация производства работ – это 16 человек погибло, нарушение правил дорожного движения – 7 человек, нарушение трудового распорядка и дисциплины – 1 человек, нарушение требований безопасности – 1 человек. Чтобы обезопасить рабочие места на предприятиях республики, проводят специальную оценку условий труда. Глава региона поручил взять на контроль частные компании, где зачастую в погоне за прибылью предприниматели не соблюдают принятые стандарты. Решение мы здесь предписываем, чтобы отдельное заседание коллегии вы провели по этим вопросам, приглашали работодателей, которые на самом деле допустили в прошлом году. Это уже пройденный этап с одной стороны, но мы должны комплексно анализировать, понять, в чем же проблема. Какие должностные лица, которые обязаны отвечать, не отвечают. Думают, это их право. Это обязанность каждого должностного лица. Утвердили типовую программу «Нулевой травматизм» с рекомендациями для каждого предприятия в Чувашской республике. Это в виде брошюры мы раздали. Особое внимание уделяется работникам, которые трудятся в тяжелых условиях труда. Она сохраняется на уровне 17-18% от общей численности обследованных организаций. И наибольшее количество, которые работают в неблагоприятных условиях труда, отмечается в сфере обрабатывающего производства, строительства, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов. Важную роль в профилактике производственного травматизма играют образовательные программы. Только в прошлом году методом охраны труда в республике обучили более 10 тысяч человек. В республике сейчас более 30 организаций занимаются вопросами обучения охраны труда, пожарной техминимум, первой медпомощи и так далее. И, конечно, среди них есть те, которые демпингуют. Мы стараемся разъяснять предприятиям, предпринимателям, что если они обращаются в учебные центры, которые демпингом занимаются, то есть там повышаются риски, что называется, некачественного, ну, все те вопросы, которые вы задали. Если преподаватели отстают от реальной жизни, их надо, соответственно, переквалифицировать, переобучить. Вот этого что бы не было, потому что элементы цифровизации внедряются, ряд других технологичных линий, новых и так далее. А у нас учебные процессы, они процедурно тяжело, как сказать, подаются изменениям, стандарты, регламенты свои. Мода должна быть лучше соблюдать, чем потом последствия, там, даже в отдельных случаях уголовно наказуемые деяния. Использование земель сельхозназначением, осуществление муниципального контроля, предоставление участков многодетным семьям. Почему в одних районах и городах эти вопросы решаются успешно, а в других оборачиваются чередой проблем, обсудили на общественном совете. Каждая молодая семья мечтает получить земельный участок ближе к тому месту, где проживает. Пожелания двух семей из Чебоксарского района сбылись прямо на заседании общественного совета. Надежде Доброхотовой и Елене Жучковой вручили сертификаты на земельные участки. В этом муниципалитете трудностей с предоставлением земли многодетным нет. На сегодняшний день у нас в очереди на получение земельных участков для многодетных семей в списке остается, ну скажем так, двое. Две семьи. Две семьи. Остальных мы, фактически, остальным семьям мы почти выделили земельные участки, нашли земельные участки и предоставили земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов. Вот для выделения земельных участков мы формировали земельные участки специально в границах населенного пункта. У нас там электроэнергия подведена на эти участки. Потом дороги частично тоже подведены к этим участкам, сформированы по водоснабжению. Можно где-то на процентов 70 тоже обеспечены эти участки водоснабжением. Вот этим занимаемся. На сегодняшний день, я уже сказал, остаются у нас две семьи. Фактически для них тоже мы земельные участки подобрали. Единственное, сейчас нужно их согласие. Если они согласны взять эти земельные участки, как таковой проблем нет. На сегодняшний день в республике 60% многодетных семей обеспечены землями. На сегодняшний день все многодетных семей обеспечили земельными участками. Это Аллатрский район и Шумуршинский район. Достаточно высокий процент обеспеченности у нас достигнут также в ряде муниципальных образований. Сегодня это Канажский район, 99% обеспеченность многодетных семей земельными участками. Парецкий район, 98%, Козловский район, 97%, Аликовский, 94%. И ряд районов также высокий процент. Это Батаревский, Шумерлинский и город Аллатр. Есть, конечно, на сегодняшний день муниципальное образование с достаточно низким процентом обеспеченности земельными участками многодетных. Это у нас город Новочебоксарск, город Шумерля, город Чебоксар и Цивильский район. Где-то в среднем 35-36% обеспеченность всего. Работа эта непростая. Основная проблема в том, что администрации своевременно не формируют достаточное количество земельных участков, пригодных для строительства домов. И когда возникает в этом потребность, многодетным семьям приходится ждать. А в Ядре не вовсе. Молодым семьям предоставили неподготовленные участки. Там оказались какие-то строения и деревья. Сейчас нарушения устраняют. В муниципалитетах с низкими показателями разработаны дорожные карты мероприятий. Еще один важный земельный вопрос, который предстоит решить в ближайшие годы – сокращение количества необрабатываемых земель сельхозназначения. Таких в Чувашии 45 тысяч гектаров. Правительствам региона поставлена задача ввести их в оборот до 2021 года. Контролировать выполнение будут на уровне муниципалитетов. Необходимо находить инвесторов, людей, которые хотят и могут работать на земле. План на этот год – освоить 18 тысяч гектаров. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Экологическая катастрофа местного значения. Жители города Канаш обратились в отделение Общероссийского народного фронта с просьбой о помощи. Исток реки Аниш забит свалкой. Наша съемочная группа отправилась на место событий. Это исток реки Аниш. Раньше здесь водилась рыба, андатры, утки прилетали и выводили утят. Сейчас это место больше напоминает экологическую катастрофу. Здесь по-прежнему можно встретить уточек. Вот только плавают они по соседству с пластиком, бутылками и картоном. 20 лет назад жители города Канаш знали это место как пляж и купались здесь. Потом берега застроились гаражами. В этом жители и видят основную причину загрязнения. С тех пор весь мусор гаражного кооператива не вывозится, а сбрасывается в реку. Пройдя почти километр вдоль реки, мы не увидели ни одного контейнера. Мы видим, что, к сожалению, проблема давняя, застарелая. То есть и здесь, конечно, претензии к самим собственникам этих гаражей. То есть мы видим, что тут и канистры, и запчасти от автомобилей. То есть имея в собственности гаражи, то есть люди все это выбрасывают. И видно, что годами и годами захламляли всю эту территорию. Ну, вопрос достаточно серьезный. То есть тут большое поле деятельности для администрации, ну и, конечно же, для самих собственников этих гаражей и для руководства гаражных кооперативов. Поскольку собственник этой земли муниципалитет, то администрация города вместе с гаражным кооперативом ответственна за вывоз мусора. Интересно то, что сами гаражи находятся в водоохранной зоне. Расстояние от них до реки не больше 10 метров. А значит, по закону гаражей здесь быть не должно. Почему изначально была разрешена застройка, непонятно. Представители администрации не могут ответить на этот вопрос. Ну, это было до меня. Я сейчас, к сожалению, не могу это комментировать. С проблемой жители города обращались не раз и в администрацию Канашан, и к депутатам, и даже в Росприроднадзор Чувашии. Зинаида Гарифулина даже написала обращение на сайт интерактивная карта свалок. Но особого результата так и не добилась. Мне присылают ответы, что они мое обращение перенаправили в городскую администрацию. И они должны принять какие-то меры по наведению порядка на реке. А между тем, ситуация ухудшается с каждым днем. Причем, как оказалось, именно из этой реки и пьют сами жители города. Вода этой речки втекает в реку Ута. А на реке Ута, около деревни Бахтиярово, построен водозабор, который подает воду для населения города Канаш. Получается так, население загрязняет, потом эту уже воду пьют. По мнению гидрогеологов, речку еще можно спасти. Для этого ее нужно полностью очистить и больше не загрязнять. Жители города железнодорожников настойчиво спрашивали представителей администрации, когда же решится проблема. Все это будет убираться муниципальным предприятием, управляющим компанией жильщин коммунального хозяйства. Сроки. Сроки. Какие мы установим? Жизнь месяц. То есть, с какого числа можно прийти и увидеть, что здесь ничего не лежит? Скажите, мы придем этим числом. 1 сентября. Субботники будем проводить. До дня города обязательно не один субботник еще проведем. В том числе будем вылавливать тот мусор бытовой, который у нас находится здесь в воде. 1 сентября. Именно до этого дня администрация Канаша пообещала облагородить территорию. И было бы неплохо, если бы к ним присоединились и сами жители. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Без ответа пока остается вопрос, кто выкидывает в речку твердые бытовые отходы и зачем. Ведь сегодня из мусора, поступающего на санкционированные свалки, выбирают несколько различных фракций, которые можно использовать вторично. В Научебоксарске только за полгода отобрали 1 тысячу тонн пластика и пленки. В общей сложности на объектах филиала управления отходами ежедневно сортируют 400 тонн отходов. Из общего потока более 20 фракций вторичных материальных ресурсов. Все отобранное вторсырье реализуют крупнейшим российским специализированным предприятием для глубокой переработки. По расчетам специалистов, переработка одной тонны пластика сохраняет экологическую чистоту грунтовых вод и почвы на площади в 1 гектар. Экономит 750 килограммов нефти, 6 киловатт электрической энергии. 11 июля очередной день приема граждан по оказанию бесплатной юридической помощи. Совместную правовую поддержку оказывают сотрудники отделов социальной защиты и адвокаты. Жителей ждут в районных администрациях. Специалисты готовы ответить на вопросы по земельным, жилищным, пенсионным отношениям, взысканию алиментов и другим. Напомним, что получать бесплатную юридическую помощь могут малоимущие граждане, инвалиды 1 и 2 групп, многодетные семьи, дети-сироты. Всего 41 категория граждан. С 10 июля оператор безналичной оплаты проезда ЕТК вводит ограничения в оплате с помощью бесконтактной банковской карты. Она носит временный характер. Специалисты будут разбираться, почему иногда происходит двойное списание средств. Жалобы стали поступать от чебоксарцев. Платим за одну поездку, а списывается в два раза больше, говорят они. Напомним, что с 14 ноября прошлого года у жителей города появилась возможность оплаты проезда с помощью бесконтактной банковской карты. Отметим, что стоимость проезда такая же, как при оплате карты ЕТК. Только в этом случае средства за поездки списываются немного позднее. Но в последнее время чебоксарцы стали часто жаловаться не только на позднее, но и двойное списание денежных средств с банковской карты. В связи с большим количеством жалоб ЕТК ввел временное ограничение в одну поездку в течение 10 минут на одном транспортном следствии. По их словам, данная мера является вынужденной до решения проблемы. В этом году в Новочебоксарске появится свой кванториум. Детский технопарк откроют в рамках регионального проекта под названием «Успех каждого ребенка». Технопарк появится на базе Новочебоксарского химико-механического техникума. Общая площадь составит 1200 квадратных метров. Новая лаборатория откроет школьникам двери в научный мир. С помощью современного оборудования ребята будут знакомиться с новыми технологиями, узнают об энергосистеме нашего региона, источниках энергии. По программам дополнительного образования в Новочебоксарском кванториуме смогут заниматься более 800 детей. В настоящее время идет закупка оборудования. Преподаватели разрабатывают образовательные программы по каждому направлению. В рамках национального проекта на его создание направят более 100 миллионов рублей. Из Европы в Азию. Семья путешественников из Франции отправилась в большое турне. Их путь в том числе пролег и через Чувашию. Наша съемочная группа встретила жителей дома на колесах в Цивильском районе и узнала, как проходят их дни. Рейд Фойст со своей семьей выехал из Франции месяц назад. Они уже опытные путешественники. Но в такую длительную поездку, возвращение планируется лишь через год, отправились впервые. Нас четверо. Я, моя жена и дети. Живем мы недалеко от Парижа, но решили исполнить давнюю мечту. И теперь мы отправились в Монголию. Проедем через Китай, а возвращаться будем через Индию. Правда, это будет только через год-полтора. В России Рейд Фейст и Шарлот уже не в первый раз. Правда, крупных городов стараются избегать. Для стоянки выбирают небольшие поселения. В России мы знаем такие города, как Москва, Санкт-Петербург. А еще мы знаем, что есть такой город, как Казань, потому что там был чемпионат мира по футболу. А других городов мы больше и не знаем. Удивительно, какая большая у вас страна. Очень много лесов, а еще много легковых машин. О ваших дорогах могу сказать, что где-то они очень хорошие. Например, как здесь, а где-то совсем плохие. Рейд и Шарлот оказались очень гостеприимными и пригласили на свой дом на колесах. Всегда мечтала посмотреть, как вот устроен вот такой вот домик, в котором путешествуют иностранные гости. В доме на колесах есть все необходимое. Места хватает и детям, и их родителям. Здесь мы едим, а ночью мы здесь спим. Там спят наши дети. Тут ванная комната, тут наши вещи. Одежда, книги, школьные учебники, лекарства. Все, что необходимо в дороге. А это наша маленькая кухня. Готовим на газу. Есть и холодильник, как видите. В нем много продуктов. В меню у путешественников самые разные блюда. Но чаще всего готовят яичницу. Продукты семья закупает раз в неделю в супермаркетах. Изредка все вместе ужинают в ресторанах или кафе. Все свои приключения туристы описывают в личном блоге. На память о Чувашии традиционная матрешка. Спасибо. И несколько новых слов на русском и на чувашском. Спасибо, Дождя Буш. Чувашский народ очень трепетно относится к фольклору. Петь любят от мала до велика. А тут еще и повод имеется. 550-летие города Чебоксары. Эту дату без внимания не оставили и в редакции Тванрадио. Здесь стартовал конкурс «Поющие Чебоксары». Уже присланы несколько работ. Вы можете с ними ознакомиться в группе радиостанции ВКонтакте и проголосовать за понравившийся вариант. Стать участником может любой желающий, независимо от возраста и национальности. По условиям нужно сочинить частушку на русском и чувашском языках, спеть и снять на видео. Главное, чтобы запись велась на фоне городских пейзажей и текст частушки был посвящен городу. А именно паркам и скверам, памятникам и улицам, предприятиям и организациям. Хорошо у нас здесь живется, отдыхается, поется. С вами только отдыхать. В этом нужно меру знать. С Чебоксаром все под силу, мы сомнения развеем. Отдыхать, варить, работать, но и поверьте, мы умеем. Готовый материал необходимо прислать в группу Таван Радио ВКонтакте или на почту по адресу Таван Радио Собачка Майл Ру. Мы ждем от наших радиослушателей, от жителей Чувашской Республики частушки собственного сочинения. Неважно, один куплет, два, три, можно десять куплетов прислать. Главное, чтобы вы там показали свою оригинальность, свою изюминку. Если вы не владеете музыкальным инструментом, ничего страшного. Можно исполнить частушки из соло. Видеоматериалы мы ждем до 5 августа. Затем соберется комиссия, которая состоит из сотрудников городской администрации. Хорошие подарки ждут участников от Таван Радио и от администрации города. Сувенирную продукцию, посвященную 550-летию Чебоксар, получат самые креативные и веселые авторы частушек. А главный приз будет вручен на главной сцене в день празднования Дня города. Бенгальского тигренка, родившегося в Чебоксарах, назовут Лео. Такое имя выбрали в ходе всенародного опроса. Имя тигренку пользователи социальных сетей выбирали из 9 предложенных вариантов, среди которых Аван, Тайфун, Сайхан и даже Чебрик. За Лео проголосовали более 170 человек. Тигренок пробудет в Чебоксарах до 28 июля. На публике новорожденного артиста можно будет увидеть не раньше, чем через год, когда начнется дрессировка. В цирке нашему каналу сообщили, что тигренок и его мама чувствуют себя хорошо. Это все новости среды. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова